Вот натюрморт, который нас захватил полностью сейчас Владимир, Елена и Татьяна Богомолкина. Мы 14 часов писали этот натюрморт с натуры, со старинных предметов 19 и начала 20 века. В общем-то, мы очень устали и в итоге, в итоге у Владимира 50 на 60 все-таки получилась более завершенная работа и более законченная. Вот. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что на этой стадии мы начинаем уходить от нее для того, чтобы оставить ее некую первозданность и незаконченность, для того, чтобы зритель мог помечтать о своем внедрении в нее, в красочный слой, в ее интеллектуальное, в ее историческое значение. Вот. Ее мы будем брать за пример как о законченной работе. Чего нельзя сказать об этой моей работе, которая сделана с натуры. Я думаю, здесь только 40% законченности. Я думаю, что с ней еще надо 60% работать по воображению и по наполняемости художникам энергетики каждого предмета и в соединении предметов между собой. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что если вы уже умеете действовать с натуры, хорошо и правильно, вы должны научиться также действовать и без натуры. Уже наполняя себя, когда не вы пишете картину, а когда картина вам уже приказывает делать то или иное действие, наполняя ее своим философским звучанием и своим обращением к людям, что вы хотите сказать через эти реалистические предметы. То есть будут стоять эти предметы, будут они стоять перед нами, натура будет обязательно, но только для того, чтобы стянуть их энергетику и подтверждение их присутствия рядом дают силу художнику. Ну, приходит время, когда надо прекратить рисовать с натуры, вот в этой территории. Ну, давайте скажем, что не 40%, а 50% картины написано. И дальше начать уже действовать изнутри себя, изнутри художника. Как вот, знаете, когда пишут портрет человека, то этот портрет похож и на натуру, и на художника. И получается, что не все то, что стянуто с реализма, является окончательным, так скажем. Поэтому все те знания, которые вы получили за свое время творческое, вы должны дать этому реализму, чтобы все-таки запустить, кроме ученических знаний, сюда еще ваше духовное состояние, которое вы хотите перенести, ну, через какое-то длительное время людям. Ну, а для тебя лично эта картина может стать одной из тех, которые ты стремилась всю свою жизнь написать? Есть ли шанс хотя бы? Я не знаю, но пока, пока она идет, так скажем, в ногу с тем, что я хотела сказать в этой работе. Немного меня смущает цветовая гамма, которую тоже можно менять. Немного можно менять, успокаивая. Красная перетягивая вниз, синяя перетягивая вверх. А вот эта вот граница между ними, вот этих фризов, фризовая граница вот этих старинных предметов, она должна в себе содержать все то, что я за долгое время выучила в живописи для себя и что я хочу сказать людям, зрителям.